МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Большой разговор с президентом, небывалый резонанс в обществе и встрече Александра Лукашенко с представителями средств массовой информации и экспертами остается в топе новостей. Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнерские отношения с дружескими странами. За более чем 7 часов эта рекордная по продолжительности подобная встреча звучали откровенные ответы на самые различные вопросы. Причем, как успели заметить аналитики, высказывания президента были наполнены неподдельной искренностью и любовью к своей стране. Политологи и экономисты комментируют темы, поднятые президентом. Президент сказал, что единственный 16-й у нас год был, когда получилось, что производительность труда опережала заработную плату. Так и должно быть. Правильно говорила, что рабочие места должны создаваться. Но опять-таки, чтобы создавать рабочие места, нужно знать, какой капитал, какие инвестиции к нам придут, в какие отрасли будут вкладывать. Соответственно, заранее, может быть, рабочую силу настраивать на эти сферы. Беларусь и экономически, и геополитически, равно как и Россия, очень сильно взаимосвязаны друг с другом, между членами российского экономического пространства. Свободное движение товаров, капиталов, междунациональные органы, созданные структуры. Все это так не может взять, а в одночасье перечеркнуто быть какими-то экономическими нюансами. Откровенные ответы на вопросы и открытость. Такое послевкусие отметили все, кто следил за большим разговором с президентом. Причем за непротокольным круглым столом были подняты актуальные темы, которые затрагивает каждого белоруса. Строительство новых детских садов и больниц, загруженность детей в школе, вопросы трудоустройства, налогов, а также повышение пенсии и заработных плат. Отвечая на самый актуальный вопрос, Александр Лукашенко подчеркнет. Заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Заработная плата и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Есть второй путь. Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Больше произведем, продадим, получим валюту. Наша экономика открыта. 50% примерно, ну 45% точно, произведенного мы продаем за пределы страны. И в этом вся наша жизнь. И за то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему производству, воспроизводству. Это энергоносители, сырье, материалы и прочее, то, чего у нас не хватает. Но за счет чего работает экономика? И это в первую очередь, как бы это было не популярно. Если мы это не купим, то завтра этой зарплаты не будет. Производительность труда не должна быть ниже. Заработные платы. Все должно соотноситься. Не я придумал. Вы можете подумать, так противоречие. Президент сказал о 500 долларах в будущем году. Но 500 долларов средняя зарплата в стране – это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того, чтобы он маломальски мог жить в той системе социально-экономической, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается, приветствуется. Тысячу, две тысячи. Кто сколько заработает. По-настоящему разнообразный был и состав участников встречи. К разговору были приглашены не только журналисты, как отечественные, так и зарубежные. Но и эксперты, политологи, экономисты. Неудивительно, что одним из первых прозвучал вопрос об отношениях с давним другом и партнером – России. Газовая и продовольственная тема весь прошлый год не сходили с полос новостных лент. Вы должны понимать, пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко. Эти обострения, ну, они же не впервой. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу. Что происходит и сегодня? Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили, да, мы погорячились и так далее. Ну, разве не погорячились? Ну, зачем хвататься за живое? Мы все равно найдем выход. Декрет об иждивенцах, многовекторность белорусской внешней политики, жилищные льготы, ценообразования, ЖКХ. Актуальные вопросы образования и спорта. Дискуссия получилась действительно масштабной. Телеверсию встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации покажут сегодня все главные белорусские телеканалы. Начало трансляции в 18 часов. Сразу после нее на СТВ выйдет вечерний выпуск новостей. В Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов. Этот шаг предпринят в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил. Своеобразный штаб полностью берет на себя руководство процессом подготовки резервов и их боевого слаживания на всех полигонах. В целом, хочу сказать, что подразделения показывают неплохие навыки. Твердая, хорошая оценка. Танкисты выполняли задачи вчера ночью. Все мишени поражены, все разбито, оценка хорошо. Сегодня выполняем упражнения с использованием управляемых ракет. Проверка боевой готовности сейчас ведется на полигонах. Батальонное тактическое учение проходит под Барановичем. Стрельбы ведутся и недалеко от Борисова. Здесь отрабатывались контрольные занятия по огневой подготовке. Состоялись успешные пуски управляемых противотанковых ракет и снарядов. Необходимость создания высшего учебного заведения с белорусским языком обучения. Этот вопрос будет обсуждаться в Министерстве образования. Глава ведомства Игорь Карпенко завел сегодня речь о роли государственных языков в современной школе. Сегодня он посетил один из минских лицеев. Нынешнее законодательство позволяет сегодня открывать как русскоязычные, так и белорусскомовные потоки в соответствующих учебных заведениях и в высшей школе, и в общей средней школе. Вопрос сегодня выбора, который осуществляют и те же студенты, в первую очередь, но в средней школе это учащиеся родители вместе. В лицее анализировалась работа по организации занятий в субботу. Шестой школьный день позволяет разгрузить рабочую неделю учащихся. От научных опытов до модного дефиле в Минске открылся семейный фестиваль. Море различений сконцентрировано в одном месте. Спорт, наука, образование, формат отдыха предполагает, что интересно будет не только детям, но и их родителям. К примеру, на одной площадке собраны все лучшие игры и спортивные занятия. На другой можно почувствовать себя юным ученым, попробовать свои силы в ребусах и поучаствовать в мастер-классах. Кроме этого, в рамках фестиваля проходят выставки игрушек, а также модный показ детской одежды. На этом у меня пока все. Развитие событий в 16.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok